Здарова, это Шамшурин и это техника, которая называется человечек, которую я специально тебе хочу сегодня дать. Это очень крутая штука, которая на самом деле круто работает. Смотри, когда ты чего-то очень сильно хочешь, то ты можешь использовать любые вещи, помимо физических действий и направлений своих целей, своего желаемого. Либо ты хочешь, например, бросить курить, либо ты хочешь от чего-то отказаться, либо ты хочешь, наоборот, обрести какой-то навык, получить его, освоить. Либо что-то купить, неважно. Ну, на примере машины, например, ты хочешь машину дорогую какую-то, ты ее, во-первых, пошел выбрал. Ты узнал, сколько она стоит, и ты начинаешь работать физически, делать какие-то действия, чтобы получить эту тачку. Плюс что ты делаешь? Ты вешаешь у себя на хомскрине эту машину, на экране компьютера, она у тебя висит где-то там на стене. Ты ходишь, ты смотришь в интернете, постоянно листаешь эти тачки, ты ходишь в автосалон на тест-драйв. То есть ты как-то всячески визуализируешь, ты себя к этой цели подталкиваешь не только физическими действиями. И этот человечек именно про это. В моем случае он когда-то очень круто сработал. Значит, для того, чтобы научиться общаться с девушками, легко, комфортно, знакомиться с ними, проводить свидания и все прочее. Ну, для начала давай со знакомств начнем. Для этого нужны вещи следующие. Для этого нужна регулярность на дистанции, ежедневная практика, какое-то время, минимальное причем время достаточно. И для этого нужно не пропускать никаких этих дней. То есть все это должно быть прям постоянно, постоянно. И самое главное, что это должно идти по нарастающей. От легкого к более сложному. Хотя сейчас тебе многие вещи легкие и кажутся сложными. Для этого тебе нужен еще и проводник. В данном случае это буду я, тот человек, который тебя будет из твоего состояния, с точки А, телепортировать в точку Б. Мы вместе с тобой это сделаем на моем марафоне, который стартует 14 числа. Важно, когда ты что-то делаешь, идешь к какой-то цели, не съехать. Не съехать, иначе, то есть должна выработаться привычка. Мы все состоим из каких-то привычек. Все наше поведение фактически, это по сути дела привычки. То есть я написал, нарисовал его от руки, то есть сделал тут 10 делений, это 10 дней. Там первый, второй, третий, там допустим 10 дней, это 10 дней марафона. Или любой другой твоей цели, которую ты хочешь. К чему-то ты хочешь себя приучить. Ты можешь его нарисовать, в идеале, чтобы ты его нарисовал сам. Если же ты не можешь его нарисовать, ты можешь найти в интернете какой-то персонаж, который для тебя считается таким воплощением могущества. Можешь вырезать из журнала, можешь сделать так, если ты уже вписался в мой практический онлайн-марафон, Шамшурин всегда рядом с тобой, то каждому участнику я вышлю такого человечка. Я его нарисую более цивильно, постараюсь, и ты сможешь скачать его откуда-то, распечатать и также поставить себе везде, где только можно, чтобы он тебя преследовал. В машине, в блокноте, в телефоне, на стенке. Ты будешь каждый день после того, как сделаешь практические задания, зачеркивать одно из делений. И таким образом ты будешь видеть, что ты двигаешься к своей цели. Плюс ты можешь декларировать кому-то, пообещать какому-то уважаемому тобой человеку, чтобы... То есть у тебя есть какая-то практика, которую ты должен делать 10 дней. Можешь не рассказывать, какая, но фишка в том, что ты говоришь, если я не сделаю, в общем, я нарушу слово данное вам. Это важно, если для тебя честь и слово все-таки важны, то это тоже может круто сработать. По сути, это визуализация твоей мощи, твоей силы, того, как ты хочешь прийти к этой цели. Того, как ты справишься со своими страхами, со всем, что у тебя в этом плане есть. Значит, я добавил сюда еще следующее. Я написал слово из 10 букв, которое называется могущество. И каждый день зачеркивал одну букву, либо вписывал в пустой квадрат букву М, букву О, букву Г и так далее. Могущество. И таким образом, когда ты захочешь где-то слиться, или тебе станет очень там, может быть, тебе захочется просто пойти домой отдохнуть, а у тебя сегодня практика по марафону, ты будешь смотреть и говорить, блин, у меня еще осталось всего-то там 6 букв, например, зачеркнуть. И ты идешь и делаешь. Это тоже тебе очень сильно поможет. Ты в крайнем случае можешь пообещать мне. Ты в крайнем случае можешь вообще мою фотографию туда поставить. Можешь свою фотографию нарисовать этого человечка, если ты совсем не умеешь рисовать. В любом случае тебе важно взять фломастер и краски, там, или ручку, и его немножечко докрасить, дорисовать, доштриховать. То есть ты должен в этого человечка все равно вложить свою душу, то есть свою энергию через раскраску. У каждого получится обязательно добавить туда несколько штрихов, покрасить его в какой-то цвет, там, где-нибудь подвести или обвести хотя бы. Но это принципиально важно, это такой важный психотерапевтический, даже я бы сказал, момент. Таким образом, этот человечек поможет тебе вообще в жизни. Эта техника неплохо работает, если ты хочешь какой-то, опять же, навык обрести, либо от чего-то отказаться, либо в привычку вести. И поможет тебе, в частности, в моем марафоне. Это очень крутая штука. И по поводу марафона, я здесь использовал самые продвинутые технологии, которые помогли в свое время мне. То есть в чем его фишка? То, что я буду голосом тебя поддерживать. Это то, зачем ко мне едут люди на мои живые тренинги. Я нахожусь рядом. Здесь же у тебя будет каждый день с алыми днями мой голос в твоем телефоне. В том числе и в полях. Я буду тебе давать мотивацию, хвалить, ругать, вдохновлять. Я буду делать то, зачем люди приезжают ко мне на живые мероприятия. И у тебя будет полный эффект присутствия. Плюс это 10 дней, 10 простейших заданий по нарастающей. И время, которое тебе понадобится на выполнение этих заданий, не более часа в день. Это то, что ты можешь себе позволить. Если и это тебе не поможет, тогда я не знаю, я реально долгое время придумывал, как я могу на расстоянии тебе передать нужное состояние для действия. А действие это то, что принесет неминуемый результат. Ты даже удивишься, насколько легко оказывается знакомиться с красивыми девушками, насколько они рады будут тому, что ты к ним будешь подходить. И этот человечек, еще раз, каждому участнику марафона, я лично нарисую его, отправлю ссылку, вы распечатываете, вешаете, может быть, даже большой плакат на стену, добавляете чего-то от себя, обещаете кому-то, либо мне, то есть там будет чат, в котором вы все пообещаете, друг к другу, может быть, даже. Потому что народу будет много, с разных городов и стран. И в этом марафоне у тебя просто будут все условия для того, чтобы взять себя, наконец-то, за одно место и пойти сделать и получить тот результат, который ты хочешь. Итак, техника. Человечек, Шамшурин и ты. Это адская смесь, которая сделает свое дело. Все, пока. Продолжение следует...